Вот она и я, ай какая девчонка симпатичная. Вот она че, товарищи. Всем большой привет. Знаете, почему я обожаю машину? Потому что это мой маленький домик. Маленький домик, в котором я могу от всех закрыться и как бы на этом все. Здравствуйте, здравствуйте. Вообще на советской, ну некуда встать. Все занято к чертям собачьим. Привет, привет. Вообще-то вы должны оценить мои сережки. Новые. Ай, красивые. Так, значит, зачеркнули самолюбование. Ты такая красотка, спасибо большое. Привет, 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 привет. Я вот жду не дождусь, когда вот кто-нибудь здесь освободит место. Потому что обязательно, как только я сейчас приду на ногти, как только я сниму носочки, как только мне начнут эти самые пяточки обрабатывать, в этот момент мне обязательно позвонят и скажут, отодвиньте свою машину. Сейчас я дождусь, когда тут эти самые. Так, что у нас там интересного? Ставрополь, привет. Какая сегодня красивая. На улице солнце. На улице солнце. А это значит, что у Насти в превосходном настроении. Значит, у Насти все хорошо. Здоровье зашибись. Настроение отличное. Все идет по плану. Все четко и строго по тому плану, который я составляла вчера вечером. Солнышко это здорово. Видела, что в Москве тоже солнышко, да? Солнышко тоже в Москве скоро будет. Будет каждый день. И это же прекрасно. Что за сигареты? Это Айкос. Очень противный. Он меня раздражает. Но я хочу курить. А все свои электронные девайсы, которые не Айкос, я оставила в Москве по своей глупости и забывчивости. Привет, здравствуйте. Ты сама, солнышко. Спасибо. Арарат тоже хочет помывки. Арарат хочет помывки, но здесь все так ездят. Причем, знаешь, смотрю, чистая машина по городу ездит. И все так и норовят проехать мимо этой машины быстро, чтобы лужи ее уделать, устряпать. Поэтому, если я ее сейчас помою, она у меня тоже будет вся грязная. Понимаешь, в чем дело? Глаза очень красивые. Спасибо большое. Там всегда так на советской. Я приехала в точку красоты на педикюрчик. Нижний Вартовс, привет. Шопинг вчера у меня не удался, потому что я вчера купила себе только один костюм. Больше нечего было покупать, нечего. Все уже, что есть, самое лучшее я скупила. Так что вчера был грустный шопинг. Какая ты красивая, прям огонь. Ну, прям-таки спасибо, очень приятно. Привет, хеллоу, привет, привет. Я никуда не еду, я жду, когда освободится парковочное место, чтобы пойти на педикюр. Так, стою я на советской, где точка красоты. Хеллоу. Настя, сделала расклад у нумеролога. И что только не делала. Нет, туфли я не нашла. Ничего не нашла. Анапа, привет. От тебя никогда не отпишусь. Очень приятно, спасибо. Нет, костюм не этот я покупала, который... Я его в Москву с собой забираю. Хай, хай, хеллоу. Ростов, привет. Оглядываюсь по сторонам в надежде, что кто-то начнет выезжать. Но пока никто даже не собирается. Выглядишь дешево. Ну, ничего страшного. Пусть я буду дешевка. Дешевка. Бедолага. Безденежная бомжиха. Тебе-то что? Тебя это в какие щели ебет? Так, значит, привет, привет. А сколько уходит времени на макияж? На такой минут 15. Украина, привет. Нет, я у меня же, видишь, у меня просто считаю ресницы, брови, губы. Ну, и немножечко тона. Так, я выиграла в твоем конкурсе. Я и так тебя обожала, но теперь еще больше. Спасибо. Привет, привет. Дорого выглядишь, нифига не дешево. Друзья, меня меньше всего, честно, интересует, дорого я выгляжу или дешево я выгляжу. Я каждый день одеваюсь по настроению. Вот по настроению. Один день в светлом, другой день в темном. А вот как это выглядит, меньше всего меня заботит. Но все равно спасибо большое. Привет, привет. Восхищаюсь твоему позитиву. Спасибо. Не, ну, а почти... Ну, нет, ну, смотри, сейчас я тебе покажу. Смотри. Сейчас я тебе покажу что-то. Смотри, какое небо. Ни единого облака. Ну, ни единого облака. Просто красота. Ну, там, конечно, вот какие-то облачка есть, но все равно. Продолжение следует... 14 числа. Мы с Соней отправляемся в столицу. А сколько время уходит на прическу? Две минуты. Две минуты. Я вчера в прямом эфире показывала, как я эту прическу заплетаю. Пробки на Красном проспекте жесточайшие. Просто жесточайшие. У нас дождь. Это плохо. У меня 23 марта. Значит, ты овен. Ты прекрасна. Спасибо. Спасибо, ты тоже. За Андрей. Здравствуй, да. У кого тоже 22 марта день рождения, это очень прекрасно. Это очень прекрасно. Можно было бы и в один день отметить. Но, к сожалению, наверняка мы в разных городах живем. Мы будем отмечать в Роял Арбате. Так что... Офигенная погода. Да, отмечать буду в Москве. 31 марта. Здорово, здорово. Ну, пожалуйста, кто-нибудь оступите мне место. Девчонки, только хорошие. Так, овны, супер. 16.04. Да, овны, это непросто. Овны не для слабачков, скажем так. Докажи же. Голову мою 2-3 раза в неделю. Мой любимый парфюм Бакара. Я так соскучилась. Очень приятно. Опять это чокнутое. Да, Ника, 68-64-3. А где Соня? Соня на ресницах. Ты такая клевая. Ты тоже клевая. Дуже гарно. Опа. Впереди копы. Один секундомерчик, друзья. Так, как бы замутить, как бы замутить и сюда встать. Как бы это сделать, как бы это сделать. Тут такая просто ситуация, как бы человек в ту сторону, параллельно, вот-вот он выезжает, и я, казалось бы, могу туда встать. Мне нужно сейчас совершить хитрый маневр, потому что оттуда и оттуда едут машины, а мне нужно встать туда, пока кто-нибудь другой не занял это место. Опа, спереди копы. Но пока они сидят в телефонах и не собираются даже двигаться, поэтому, поэтому. Какое у тебя образование? Ну, конечно же, на зависть всем хейтерам, оно у меня высшее. А ты думала, какое средне-специальное? Нет. Я девчонка-любительница учиться. Так что у меня есть и аттестат, закончивший 11 классов, и диплом об окончании института. Настя, ты топчик, спасибо большое. Пока ты разворачиваешься, уже займут. Они еще не уехали даже. Я не собираюсь разворачиваться, я же говорю, я планирую хитрый маневр совершить. А какая у тебя тачка? У меня, это самое, у меня, этот, господи, забыла, корвет, корвет у меня, корвет. Радуга в душе тебе, спасибо, радуги в душе тебе, спасибо большое. Какие тупые вопросы задают, привет, красотка, сколько тебе лет? Мне 25 лет. Пока что 25. Но осталось недолго этому возрасту продержаться. Настя, ты очень классная, спасибо, уверена, что ты тоже штраф не получи. Кто подарил машину? Машину мне подарил мой 64-летний мужчина. Пришлось мне, конечно, попотеть за эту тачку. Но ничего, зато это самое. Раз-два, раз-два и все. Говорит, на тебе денег, иди сходи, купи что хочешь. Я пошла себе купила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Получилось у меня наконец-то. Но пока мне 25 лет, пока мне 25 лет, мне даже айфон никто никогда в жизни не подарил. Поэтому я не знаю, где искать таких мужчин. Вот. Быстрее мы сами себе на все заработаем, чем кто-то что-то нам подарит. Так, значит, ну что, уезжать-то кто-нибудь собирается или нет? Я просто на панике, уже сижу, мне уже скоро на ногти эти надо. Привет, привет, обязательно мне напиши. Зои Андрея, Забета, зачем? Плохо сосешь, что ли? Да нет, хорошо сосу, просто это самое. Просто что-то как-то это. Ой, блять, можно подумать, ты такая вообще офигительно просто сосешь, и у тебя все есть. Опа, впереди копы. Так мужчины не жалуются, просто у меня офигенно получается. Но пока, видишь, на тачку не получилось. Так, значит, едем дальше. Круче айфон есть что-то? Что? Какой маник будешь делать? Маникюр-то у меня есть, я педикюр буду сегодня делать. Настя, раскрути мою страничку. Ну, сейчас ты реально начала раскручивать ваши странички. Мою никто не крутил, а я буду всем раскручивать сидеть. Ну, вы, конечно, хитрые девчонки. Не тем людям совсем девочки. Не стремитесь никогда у мужчины на что-то насосать, вот правда. Насосать. Что это слово дурацкое такое? Никогда этого не нужно делать. Так, ты будешь в салоне в эфире сидеть? Думаю, что нет. Красотка, обожаю. Спасибо большое, тебе не идет. Город Нижнекаменск, привет. В Барнауле? Нет, я не была. Они специально, они уезжают, видать, смотрят мой прямой эфир. По гороскопу я Овин. Им анусы лизают, вот что хотят. Погодка сегодня просто потрясная. Такое ощущение, что я сейчас нахожусь на Мальдивских островах. Так, а так ты красивая. Спасибо. Будь скромнее. Ну, сейчас такая скромная стала быть. Я и скромность, это абсолютно разные вещи. Скромных девочек никто не любит. Только девочки любят скромных девочек, я тебе так скажу. Это сразу становится автоматически проще всем, что минус, считай, один конкурент. Поэтому скромность, это не мое. А то, что есть такая поговорка, скромность украшает женщину. Вот знаете, это последнее, что может украшать женщину. Вот если ее больше ничего прям вот не украшают, вот то ладно, скромность пусть она ее хотя бы оставит. Вот. А так, девочки, надо быть самими собой, ничего не стесняться, там вот. Будьте сжигалочками. Это и интересно. Так, значит, мужчины любят скромных. Ника, солнышко мое любимое, ты что здесь спасешься? То я иди нахуй, то у меня губы как у жопы, то я плохо сосу. Что тебе еще надо? Может быть, ты пойдешь займешься каким-то полезным делом, а? Там кутикулы с ноготков срежешь. Ну, что-то полезное для себя. Че ты тут сидишь? Выходили, мужики. Это мы себя так ведем. Where is Sonia? Соня делает ресницы. Тында, привет. Хуй пойми, что мужчины любят. Ла-ра-ла-ла-ла. Вот сейчас можно было бы совершать маневр, когда никто не там, не там не едет. А вот едет, теперь едет. Ника хочет минуту славы. Скажи, какая помада у тебя? У меня карандаш от Ritual. 203 номер, допустим. Ммм. Я не могу больше писать одно и то же. Так, значит, не гнуть из себя правильно. Быть собой не только для кого-то, а в первую очередь для себя. Совершенно верно, правильно. Если бы у тебя сейчас был дневник, я бы попросила и поставила бы тебе пятерочку за это. Скромность мужчины точно не любят. Ну. Ну. Нормальные губы, чё вы пристали, чучундра, они просто мне завидуют. За рулем у меня, наверное, стаж лет эдак пять. Пять лет! Я вот недавно на права сдала. Уже пять лет прошло. Что любишь больше всего на свете? Больше всего на свете я... Что я люблю? Ну, понятно, что маму, папу, сестру, бабушку, дедушку, тетю, дядю, всех двоюродных сестер, братьев. Про бабушек, про дедушек, там, собаку свою люблю, там, это всё понятно. А так, я, конечно же, больше всего на свете люблю зарабатывать денежки. Мне это доставляет удовольствие. Так, едем дальше. Ты на заднем сиденье сидишь? Да, у меня, видишь, такая машина очень крутая. У меня сзади руль и сзади там педали. Вот, я там сижу, считай. Прикольно так. Красотка, ты балдеешь, тебя постоянно. Спасибо большое, мне очень приятно. Арарата любишь? Конечно, я люблю Арарата. А так никто не хочет никуда ехать? Ответительная история. У Сони нету машины. Соня ждать в машине. Соня на ресницах, я приехала на педикюр, жду, когда хоть какое-нибудь место тут освободится. Друзья, как только этот товарищ уедет, я сразу же телефон кидаю прямо на соседнюю сидушку и начинаю совершать это самое. Парковочные деяния. Ты живешь с богатым стариком? Да. Я живу с богатым стариком. И сегодня надо будет, кстати, заехать в аптеку. Ты мне, напомнив, Дизик, напиши, чтобы я купила Виагру. Потому что меня сегодня ночью ожидает волшебное мероприятие. А без Виагры оно, к сожалению, не получается. Потому что он уже старенький довольно-таки. Я уже устала ему эти самые седые волоски пинцетиком выщипывать в районе паха. Но что поделать, как говорится, любовь есть любовь. Серги где брали? Я не помню на самом деле, где вот эти серьги я взяла. Я их покупала не вчера, а давным-давно. Я не могу не выйти из прямого эфира, потому что все, осталось буквально 13 минут, и я должна быть там. А, хватит уже, я не могу ржать. Как не умереть от смеха? Как думаешь, можно любить человека в себя силой мысли? Думаю, что силой мысли можно сделать все, что угодно. Кроме как влюбить себя в человека. Брось тут машину. Я не могу, потому что я буду сидеть на педикюре, и я не смогу в случае чего выбежать. Лохушка стрёмная. Ой, как обидно мне сейчас было! Ты просто ранила меня в моё детственное сердце. А-а-а! Ты первая, кто меня обозвала. Я даже не знаю, как с этим бороться. Может быть, сходить сегодня вечером к психологу, чтобы он мне поставил эти, как его, всякие защитные границы, чтобы твой негатив не это самое, не проник в мою, в мою ауру. Если парень дарит подарки и ухаживает, это хорошо? Когда подруги говорят, что это плохо, зависть, конечно, зависть. Ой, подарочки, это здорово, подарочки, это здорово. Конечно, подружки вам завидуют. Реснички я делаю в студии ресниц Ирины Дель. Очень интересно, за тобой наблюдая самый крутой блогер. Спасибо тебе большое. Ваше мнение очень интересно в вопросе, какого рода бизнес вы сейчас начали. Здравствуйте, до сих пор не припарковалась. Нет, мест нет. Мест нет. Так, наебле тонна косметики. Ну что? Ну что? Ну тонна косметики. Дальше что из этого исходит? Что из этого исходит, сука, тупая, дальше-то? Косметики у меня много. Да, у меня очень много косметики. Могу себе позволить купить много косметики и наносить ее на свое прекрасное лицо. Понимаешь? Так, сколько тебе лет? Мне 26. Не знаю, как откреститься от одного мужчины. Женатик пристал как в ванный лист. Да, есть очень приставучие мужчины. И когда даже девчата просят советы, мол, Настя, вот что делать? Он ко мне пристал до невозможности. Здесь ничего не сделать. Они действительно очень опасны, эти мужчины. Они как влюбятся. И тем более дело в том, что когда им отказываешь или когда отвергаешь их, их это еще больше заводит. По их эго это так бьет прям вообще. Поэтому они заводятся еще больше и еще больше начинают себя навязывать вам. и от них никуда не деться. Куда бы ты ни спрятался, что бы ты ни сделал, они все равно тебя найдут и все равно будут тебя наканывать. Да есть такой типаж мужчин. Я не знаю, как от этого, конечно, избавиться. Так, не читай эту ебланку. Настя, это прекрасно. Спасибо большое. Красивая с харизмой огонь. Ну что, когда поедешь-то уже? Давай уже скорее. Ну что сидеть в машине, место занимать. Что думаешь о коронавирусе? Ничего не думаю. Думать об этом даже не хочу. Слишком большие губы. А я думала еще несколько миллилитров подкачать. Думала маленькие. И без вас бы я точно не поняла бы, какие они у меня. Сладкая, как дела? У меня все отлично, спасибо вам. Спасибо вам, спасибо вам. И все равно заставляет сосать. Кем ты работаешь? Я работаю проституткой. Да, Оксану Самойлову жаль, как женщину блокирует. Чему завидовать-то? Вообще нечему. Я не знаю, что вы завидуете. Когда нечему завидовать. Да, я в Новосибирске. Смотрю, тебе уже два года. Такая родная стала. Успехов тебе. О, спасибо тебе большое. Нет, накачанные губы у меня ничего не сохнет. У меня все увлажнено во всех местах. Так, они просто тебе завидуют. Очень красивые, выразительные глаза. Спасибо. Не хочешь вернуть тонкие брови? Я тебе как верну тонкие брови? Тогда у меня были тонкие брови, потому что я все намертво себе выщипывала, выбривала и так далее. Может быть, у меня уже это самое? Заработаешь? Я уж покурю перед педикюрчиком там. Опа, заработала. Так, значит, сохрани эфир. Люблю тебя. Спасибо большое. Мне очень приятно. Так, ни одного дня не проходит без тебя. Я с самого начала с тобой. Спасибо. Сейчас я просто смотрю, какие-то люди возле машин ходят, а уезжать не хотят. Не хотят. Боже, ты нереальная красотка. Губы, брови, класс. Настя, я тоже такие ресницы делаю. Ну вот, видишь, какая ты молодец. Настя, сколько ты наедаешь калорий в день? Я понятия не имею. Чему завидовать? Шалаве. Да. Завидовать шалаве. Вот просто сидит обезьяна, это, дома. Еще мама ей там кричит. Доча, иди, есть! Она говорит. Отвали от меня, я не хочу есть. Сейчас я своими делами тут занимаюсь, не мешай мне. Это я вот вам картинку рисую, что с этой никой сейчас происходит. Она сидит в вонючих пропотевших носках. Вот. В такой обоссанной футболке. Затертой такой. Волосы у нее в пучок в грязный завязаны. Она вот так вот жует, жует. У нее на заднем фоне там телевизор работает. Какая-то там передача у нее на заднем фоне. А вот, казалось бы, у нее нет подруг, у нее нет друзей, у нее нет парней. И у нее никого нету. С ней никто не хочет дружить, потому что она изгой в обществе. Вот. И она пытается как-то кому-то навязать свое мнение. Показать кому-то, что она и ее слова тоже имеют место быть. И вот она зашла на мою страничку, потому что она вдохновляет со мной. А я ей очень нравлюсь, она мне во многом завидует. Она хочет быть такой же, как я. Но она понимает, что, блядь, это невозможно. Это невозможно, потому что она совершенно другой человек. Совершенно другой. И для того, чтобы почувствовать себя хоть как-то более-менее спокойно и хорошо, в этом случае всегда нужно, скажем так, унизить, обидеть человека, которому он завидует. И вот она сидит, у нее уже яд просто из разных сторон просто так вот брызжет. У нее вспотели ладошки. У нее быстрое сердцебиение. Я вижу эти красные щеки, которые у нее сейчас просто га... Ты шалава, ты сосешь, ты живешь со страшным дедом. Ты там, у тебя губы как жопа, а жопы как губы. У тебя все не так, ты вся не такая. Зачем ты это делаешь? Сумасшедшая ты баба недотраханная, понимаешь? Хочешь, я тебе пришлю почтой Жоржика своего, ну не своего, нового, ладно. Хоть будешь себя периодически удовлетворять, чтобы у тебя хотя бы какая-то, блядь, улыбка на лице была. Чтобы твои красные щечки были не от злости, а от возбуждения. Понимаешь, Ника? Понимаешь? Вот тебе чем надо заниматься. Хотя бы самоудовлетворяться, коль никакому мужчине ты больше не нужна. И тогда в твоей жизни хотя бы запоют птицы, и будет в твое окно мелькать лучик солнца. И тогда тебе не захочется сидеть и писать, кто шалава, а кто не шалава. Какая же ты тупая, а! Ну давай уже кто-нибудь, уезжай. Невозможно уже просто сидеть вот в ожидании в этом. Все, Настя совершает маневры, там уезжает другая женщина. Супер, Маша, Ару, великолепно выглядишь, спасибо большое. Так, маневр будет достаточно сложный, потому что мне придется через встречку туда встать. Кэс, ты работаешь. Музыкальная пауза. А это хэппи-энд звуча. Скорее, не хэппи-энд, а... Смысл. Смысл чего? Мне бы такой характер. Они все сидят, вот позанимали место и пиздят по телефону. Никто никуда не собирается. Привет-привет. С делишками у меня все отлично, спасибо большое. Сейчас вот как раз на педикюр пойду. Опа, 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 опа. Все, совершаем маневры. Быстро, быстро, четко. Все должно быть сложено. Все должно быть гладко. Едем, 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 едем. Тихо, тихо, друзья, тихо. Здесь страшно, опасность. Опа, 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 вот так-то делают настоящие королевы дорог. Вот так вот они хитрят и дурят все. Сейчас раз. Как? Врежусь в соседнюю машину. Нет, это Ники бы так хотела, чтобы я врезалась. Но у меня очень может быть умное лицо, когда я паркуюсь. Это очень важно. Это такое вот действие. Эх, как сейчас мне все завидуют. Знаете почему? Потому что все стоят на ожидании и не знают, куда встать. А я раз, немножечко схитрила. Рарат, не нужно мне подсказывать, я все вижу. Так, все, товарищи. Мне через одну минуту нужно сидеть на педикюре, поэтому я выхожу из прямого эфира. Мне было очень приятно с вами пообщаться сегодня. Я же... Ух ты ж, ёб твою мать, смотрите. Какая бедная машинка вот эта, черная. О, кто-то поехал, кто-то поехал куда-то. Надеюсь, меня не утащат. Все, ладно, всем желаю отличного настроения, всем удачи, ну и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok